Смотрите сегодня, почему в нашей стране очень часто происходит такое, по вине пьяной скотины, которая находилась за рулем Вольво на 628-м километре трассы М7 Волга, погибли отец и дочь. Это ужас! Не научились ездить, не садитесь за руль. Во Львове автомобиль дважды сбил пешехода на тротуаре. Олень да обгонялся на трассе Архангельск-Новодвинск. Один водитель едва не угробил другого. Эти и другие случаи жизни водителей и пешеходов смотрите прямо сейчас в рубрике «Обзор происшествий». Ну а если вы не досмотрите это видео до конца и не поделитесь им и даже не перейдете по ссылке в описании, то многие люди так и не узнают, что в Москве есть такая мастерская Тираира, которая весьма профессиональна и по любым размерам сможет изготовить дверцы для каминов со стеклом. А также у нее можно приобрести такие аксессуары, как чугунная посуда, наборы для русской печи и прочие. А самое главное, цена не кусается, потому что все без наценок и посредников. Доставка у них осуществляется по всей России. В общем, мастерская Тираира в Москве делает все на совесть, поэтому всем рекомендую перейти по ссылке в описании и хотя бы одним глазком взглянуть на их собственное производство. Ну а с вами Александр и ДТП на 628-м километре трассы М7 «Волга», где возле деревни Кавайкасы в Маргаушском районе 42-летний Тираира из Москвы, находясь за рулем автомобиля «Вольво», со всего маху, протаранил попутную «Ладу» Гранту. Поэтому по инерции обе машины вылетели в кювет. В итоге Гранта стоял на эвакуаторе, разбитая в хлам. Даже марку определить было невозможно. Но 47-летнего водителя Гранта и его 23-летнюю дочь вынесли вперед ногами, а супругу и 10-летнего сына отвезли в больницу. Сообщается, что они жители Курганской области. Выяснилось, что московский Упырь, он же водитель «Вольво», выпил волшебного зелья, прежде чем сесть за руль. А это уже Львов, где прямо в центре города автомобиль «Форд Виеста» выезжает на тротуар и сбивает идущую по нему женщину. Видно, что после удара ее отбросило вперед. Автомобиль остановился, но почему-то снова продолжил движение и еще раз наехал на пешехода. По словам 65-летней мадам, которая находилась за рулем «Форда», автомобиль был неисправен. Известно, что медики госпитализировали пострадавшую в ближайшую больницу. Ведется следствие. Продолжение следует... Город Котельники, где водителю легкового авто было на все пофиг, поэтому он выехал на красный и получил боковой удар в левый борт от газелей. А здесь водил грузовика банально отвлекся, врезался в белую легковушку, которая затем вытолкнула такси на встречную полосу. Пострадали только автомобили. Легковушка не успела проскочить перед фурой. Водитель мусоровоза убедился, что его пропускают, но не убедился в том, что кто-то может находиться на зебре. Вероятно, бабуля попал в слепую зону. Увы, шансов увидеть надвигающийся на нее сзади многотонный грузовик уже не было. В итоге бабуля пополнил ряды на кладбище, а водитель, наверное, теперь будет отдыхать и собираться с мыслями уже в местах не столь отдаленных. Как думаете, шансы увернуться у автора видео здесь были? Тюмень. Патрульный автомобиль разворачивается через двойную сплошную для задержания водителя. Но был ли нарушителем автомобиль Lexus, который срезал передок у патрульного автомобиля, неизвестно. Привет всем. Ребят, это на моем канале второе видео, где ДПСники. Ну, просто, как видите, просто размотало машину ментов. Полиции. Видимо, вот Мерин стоит. А, это Lexus в старом кладбище. Но он вроде не так сильно повернул, как вот эта машинка. Сами же гайцы врезаются. Это редкий случай. В Тюмени, по крайней мере, такой. А так... Просто жесть. Конечно, они сейчас как будто правые будут. Все круто у них. Они оправдаются, наверное. Но в Ельце, дед на ВАЗ-2106, при повороте налево на зеленый, почему-то не уступил дорогу встречной десятке. Поэтому из-за деда пассажир десятки получил телесные повреждения. Окончательные причины и условия совершения ДТП будут уже установлены в ходе расследования. А это уже Питер, где на пересечении Московского шоссе и улицы Ленсовета водитель Шкоды поторопился с разворотом. Следствие чего не успел закончить маневр. Так как в это время в прямом направлении на большой скорости по шоссе ехал достаточно крепкий фольксваген, который влетел в белую иномарку, которая приняла на себя весьма сокрушительный удар. Автомобили притерлись к друг другу. Шкоду развернуло несколько раз вокруг себя, после чего она влетела в дорожное ограждение. Видно, что передняя часть Шкоды разлетелась на кусочки. В результате ДТП пострадал водитель Шкоды. Его госпитализировали с ушибом главного мозга и переломом ребер. Американская Атланта, штат Джорджия, на юго-востоке страны. Видно, как во время парковки во дворе не в учреждении автомобиль Мерседес теряет контроль, сносит стоявшую впереди легковушку, пробивает стеклянные двери в здание. Неожиданно для себя оказывается в отделении неотложной помощи без каких-либо записей, очередей и долгого ожидания. Часть санитаров отделения смогли увернуться, что хорошо видно на видео, но двое не успели. Выяснилось, что 70-летняя мадам, которая находилась за рулем автомобиля, впал в ступор. Не могла убрать ногу с педали газа, пока не прошила насквозь еще две перегородки из стекла и пластика. Результат весьма печален. Двое раненых и одна погибшая. Причина не алкоголь и даже не наркотики, а банальная старость, потеря памяти и концентрации. Так бывает. Если среди водителей провести опрос о том, кого они сильнее не любят на дороге, то ответ будет прост, ибо больше всех раздражает и мешает движению. Безбашенные мотоциклисты и дерзкие владельцы самокатов. На этом видео с Питер видно, что на светофоре образовалась небольшая пробка, и мотоциклист, объезжая ее, начал быстро маневрировать между рядами, чтобы к включению зеленого света стартовать первым. Но когда из третьего ряда он резко перестроился к обочине и готовился жать на газ. Сзади на него налетел лихой самокатчик, тоже не хотевший тесниться в пробке. В итоге оба торопыги отделались синяками. И, конечно, они послали друг друга в эротическое путешествие. Вот как-то так, друзья мои. Удачи, здоровья, счастья и любви. Субтитры создавал DimaTorzok